Творец намеренно создал в нас желание получать обратное Ему. Мне кажется, что уровень звука меньше обычного. Творец намеренно создал в нас желание получать обратное от Себе. Чтобы мы посредством отмены Себя, Своей Сущности, смогли бы все время находиться в Нем как зародыш и над нашим желанием получать, если мы всегда создаем из себя форму убара, зародыша, то мы достигаем нашей совершенной формы, которая на сто процентов подобна Творцу. Поэтому тема урока – слияние, которое достигается отмены Себя, раствориться в Творце. Начнем. Первый отрывок. Вы сделали меня из трудов Рабаша, второго тома. Письмо. Второе. Известно, что полна земля славы Его, и так должен каждый человек верить, но Творец делает скрытие, чтобы мы не могли этого видеть, по причине того, чтобы был выбор, и тогда есть место для веры. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями, и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку, и тогда человек видит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек делает Царя, который властвует над ним. Это значит, что человек чувствует Творца, что он правит всем миром, и тогда это называется, что человек ставит Творца Царем над собой. Потому что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что Царство Творца в скрытии. И об этом мы говорим. В этот день будет Творец един, и имя Его едино. То есть раскроется величие Его Царства над нами. И это все исправление, которое возложено на нас, чтобы мы произвели в этом мире. И с помощью этого мы притягиваем все благо мира. И все воздействия свыше притягиваются благодаря тому, что мы занимаемся Торой и заповедями с намерением притянуть к нам Царство Творца. Если я создан точно противоположным образом Творцу, это из разбиения. И получается отсюда, что мне не нужно ничего делать, кроме как над каждой формой, которая раскрывается во мне, я должен совершить отмену себя. не использовать ее, и этого будет достаточно. Потому что если все мои формы обратны, если я не хочу использовать обратную форму, то я как бы произвожу из нее инверсию. Противоположность, и получается вместо минуса плюс. Не нужно самому ничего строить. А, скажем, как приходит эта форма, я лишь отменяю использование ее отрицательное, и ее вьют, он уже становится положительным. Поэтому выходит, что во всех ступенях, во всех состояниях только формы отмены, она достаточно для того, чтобы привести меня к самому наилучшему состоянию. Потому что мой эгоизм работает уже как помощь против него. И он обращает себя в противоположное. Сказано, тьма воссияет, как свет. И вдруг я вижу, что все создано действительно мне на благо. Иначе я никогда не сумел бы достичь образа Творца, слиться с Ним, понять его, почувствовать. А так, достаточно мне лишь отменить эти эгоистические формы, которые пробуждаются во мне, и они уже становятся противоположными. Это и есть помощь против него. И мне не нужно здесь ничего, кроме веры и высшезнания. Просто на все, просто сделать отметку, что я отменил себя, и когда я отменяю себя эгоистического, я немедленно получаю соответствующую, противоположную ему форму отдачи и любви. Но отмена должна быть полной. Должны быть все условия, которые требуют отмены себя. Это преклонение перед равом, перед группой, перед всем, что относится к получению силы для отмены себя. Если я готов к этому, то это произойдет. Отменить все чувства, весь разум, все расчеты и, конечно же, значение, величие самого себя, как будто бы какие-то качества свои хорошие. Быть просто нулем. Это форма зародыша. Тот, кому это удается, ему удается все, потому что за этой формой открывается все. Дать Творцу создать тебя по форме, подобной ему. Известно, что полна земля, слава его. Еще раз с названием. Вы сделали меня первый отрывок. Известно, что полна земля, слава его. И так должен верить каждый человек. Но Творец сделает скрытие, которого невозможно увидеть по причине того, чтобы было место для выбора. И тогда появляется место для веры. Верить, что Творец наполняет все миры и управляет всеми мирами. И после того, как человек занимается Торой и заповедями, и выполняет заповедь выбора, тогда раскрывает Творец себя человеку. И тогда человек видит, что Творец властвует над миром. Мы знаем, что такое выполняет заповедь выбора. Это из статьи «Свобода воли». Это выбор окружения. Если Творец осуществляет эту заповедь выбора окружения, если строит вокруг себя самое эффективное общество из того, что ему в жизни посчастливилось увидеть, где его место, правильное учитель, правильные книги, правильное поведение между тремя этими факторами, относительно него есть еще четвертый фактор, это распространение, то, если он выстраивает все эти вещи правильным образом, я бы добавил сюда еще и жену правильную, которая понимает и поддерживает так вот помощь против него, или группа женская. Короче говоря, человек окружает себя правильными факторами, это называется, выполняет правильную заповедь. Получается, что тогда человек делает царя, чтобы тот властвовал над ним. Это значит, что человек чувствует Творца, что Он правит всем миром. И это называется, что человек ставит Творца царем над собой. Потому что все время, пока человек не пришел к такому ощущению, получается, что царство Творца в скрытии. И об этом мы говорим, в этот день будет Творец един, и имя Его едино. То есть, раскроется слава величия Его над нами. И это все исправление, которое мы должны произвести в этом мире, и с помощью этого мы притягиваем все благо мира. То есть, все воздействия свыше притягиваются благодаря тому, что занимаются Торой и заповедями с намерением притянуть к нам Его царство. Второй отрывок. Завершение Саития. Когда человек готовится вернуться к корню Его, тогда не за один раз вызовет он совершенное слияние. Оно производит возбуждение. И это тайна уровня Нефиш. Со стороны Офаним, когда гонятся изо всех сил в дрожи и в тревоге за Святой Шхиной, пока они начинают вращаться вокруг этого полюса весь день и всю ночь, всегда не успокоятся в этом. И пока душа человека совершенствуется на уровнях Нефиш, он постоянно приближается, а растут при этом его тоска и боль, потому что страстное желание, не находящее удовлетворения, оставляет после себя большую боль в мире этого желания. Но знающему скрытое известно мера стремления в сердце человека к сближению с ним, которое все еще может прерваться, может статься. И поэтому Творец умножает эти пробуждения, то есть начало совокупления, то есть разные трудности, проблемы, путаницы, снова и снова человек раздражается на то, что он что-то вспомнил, что он с чем-то столкнулся, в чем-то застрял, все эти вещи снова и снова повторяются. Все это потому, что он пока что не способен освободиться, избавиться от них и решить вот так вот для себя, что они должны прекратиться, и он связывает их со своей молитвой. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, получается, что не падает и не опускается вследствие усиления страданий этих пробуждений? Потому что он видит, что они все, все эти трудности, вопросы, они приходят от Творца для того, чтобы он стал сильнее, и как раз наоборот, вместо того, чтобы раздражаться, злиться на них, он благодарит за них. Потому что нет никакой иной возможности достичь полноты просьбы, полноты молитвы и крика, иначе как все вот эти осложнения, все вот эти проблемы достигли бы полной меры. и тогда он входит в контакт с Творцом, и это называется контакт с Аития. Потому что видит и слышит, что также Ишхина страдает в той же мере от умножающейся тоски, и в любом случае он постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Ражби Выдра Зута, я к любимому моему и ко мне его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом. И потому теперь ко мне его страсть. То есть пока не засвидетельствует о нем знающий скрытое, что не вернется он более глупости своей. И поэтому удостаивается вернуть Гей Квав навечно в имени Творца. То есть это конец Саити видения Атара в Йошна, называемый великим трублением Рога. Чем больше человек продвигается правильным образом к слиянию, еще не удостоился слияния. И каждый раз к нему приходят разные формы. А будто бы он что-то упустил в жизни, где-то сделал ошибку, что-то нехорошее. По отношению к себе, к семье, к товарищам, ко всему миру, неважно, как и что. Чем дальше он продвигается, то помехи, они относятся больше к духовному, как бы помехи относительно духовного продвижения. и насколько он старается, насколько он пытается их преодолеть правильным образом, тогда начинают видеть в этом не только помехи, а еще и исправления. Если каждый раз правильно подходит к нему, начинают видеть, что эти исправления, они как-то противоречат его предыдущим состояниям, что это было нехорошо, и то, и другое. Те все состояния, которые он прошел, пережил, именно благодаря им он создавал свое правильное продвижение, и никогда Творец ничего не давал ему плохого в прошлом. И тогда из этого начинает в нем усиливаться вера в будущем, что и в будущем все состояния, они приведут его к конечному исправлению. Это с одной стороны. С другой стороны, что все его состояния во все моменты его жизни, он должен их направлять на ту же цель, на окончательное исправление. Так что неважно, что бы ни происходило, он должен искать и изыскивать, и если нет, то верить, все происходит на пути к этому. И наверняка, то есть пока что он этого не знает, он еще не прояснил состояние. на это мы должны, здесь мы должны быть настойчивы. Отмена должна быть настолько глубокой, что я раскрываю в каждом состоянии весь его вьюд, ибур, иника, мухин. Мухин это второй ибур, мы говорили об этом. когда я совершаю отмену, но получающих килим. И тогда я достигаю состояния, когда открывается мне вся глубина поведения Творца со мной, и так я достигаю конца вот этого соития, когда он и я мы соединяемся вместе, воедино. Пожалуйста. Третий отрывок соединяются с частным управлением. Но только настоящим работникам Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что он, тот, кто устроил все причины, предшествовавшие этому, и хорошие, и плохие вместе, и тогда они соединяются с частным управлением. Ведь всякий соединенный с управляющим, со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима, и все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители сосуда Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении, и в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, являются носителями сосуда Творца, и он уготовал их, и из уст его вышли они. это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. Мы должны принимать это изначально как условие, что так и будет, и всегда проверять себя, насколько я сейчас пока что противоположен на этой конечной форме. И все эти формы, которые я получаю, они пока еще не кажутся мне совершенными. Нужно добавить 25-ю письмо, где пишет Баль Сулам, что в Зоре сказано, что удостаивающийся возвращение раскрывается ему Святая Шхена как мать, которую когда она давно не видела своего сына, и они хотят рассказать друг другу о том, что с ними произошло, и какую опасность они испытывали в пути. И вдруг они раскрыли эту свободу и удостоились увидеть друг друга. И тогда мать падает в его объятия и целует его, и гладит, и обращается к его сердцу весь день и ночь, и говорит о той тоске, и о той опасности, которую испытывали в пути. И как она все время находилась с ним, и Шхена не отходила от него, но страдала вместе с ним в любом месте, но только он сам еще не мог этого видеть. И это то, что сказано в Зор, когда говорит ему, здесь ночевали мы, здесь напали на нас разбойники, и спаслись мы от них, здесь прятались мы в яме глубокой. И какой глупец не поймет великую любовь и приятность и наслаждение, которое вырывается и исходит от этих утешительных рассказов. И на самом деле, до того, как встретились они лицом к лицу, было в этом ощущение страданий тяжелее смерти, но в тайне язвы Нега, поскольку буква Айн идет в конце очищения. Однако, в момент рассказа об утешительных вещах, когда Айн в начале этого соединения очищения, то, конечно же, это становится наслаждением. Но это две точки, которые светят только после их проявления в одном мире. И обернись и представь себе отца и сына, которые ждали друг друга в великом нетерпении на протяжении дней лет и в итоге увиделись, но сын немой и глухой, и не могут они совершенно наслаждаться друг с другом. И получается, что главное в любви и в наслаждениях, щедро даруем их как будто царской рукой. в конце пути человек начинает обнаруживать, что то, что он прошел, он способен оправдать. До этого оправдания может быть только в мере отмены себя. Затем он оправдывает, даже когда это раскрывается в полной мере, и тогда оправдание это намного тяжелее, потому что, когда все раскрыто, где тут оправдание, где тут твоя работа. Если ты должен оправдывать, когда ты видишь, что от начала и до конца это была абсолютная любовь со стороны высшего, ну, это проблема. Как остаться под таким сильным экраном, чтобы не принимать в расчет всю любовь и все его особые отношения, как факт, и находиться выше этого? А иначе это не отдача. Но это высокие ступени, это второй Ибур, это уже отмена над первой отменой, о которой мы пока что говорим. Четвертый отрывок из статьи «Свобода воли». Сыновья Исраиля, которые удостоились полного слияния, их кли получения было совершенно опустошено от всего, что есть в мире, и они были слиты с ним в уравнении свойств, что означает, что не было у них никакого желания приобрести что-то для себя, а только в той степени, в котором могут доставить этим наслаждение Творцу, чтобы Создатель их насладился ими, и поскольку их желание облачилось в форму этого приобретения, то облачившись, соединилось с ней в единую полную сущность. И таким образом, конечно же, стали они свободны от ангела смерти, потому что смерть обязательно является отсутствием существования и лишением. Это возможно лишь в том случае, когда есть некая искра желания существовать ради собственного наполнения. О нем можно сказать, что такое желание не может существовать, но умирает и исчезает. Тогда как если нет в человеке ни одной такой искры, но все искры его сущности облачаются в доставление наслаждения Создателю их, то это не умирает и не исчезает. Ведь даже когда тело аннулируется, это происходит с точки зрения получения для себя, которое облачено желание получать. И оно не может, у него нет права существования кроме этого. Но когда получает намерение творения, и Творец получает от него наслаждение, поскольку выполняется его желание, находим, что суть человека, который облачается в доставление наслаждения Творцу и удостаивается абсолютной вечности, таковой же, как и его сущность, то тогда он удостаивается свободы от Ангела Смерти. Если человек не чувствует, что он стоит буквально перед смертью в каждом выяснении, он не может подняться к Творцу, потому что это две обратные формы. Если он не чувствует в этом, то не почувствует и в том. Если он не достигает того, чтобы попробовать вкус смерти, он не достигает Творца, поэтому наше выяснение, наш анализ должен быть простым. Чувствуем ли мы себя, что мы стоим на пороге смерти, что мы мертвы, чувствуем ли мы себя, что мы мертвы. Ну, давайте закончим. Пятый отрывок. Одно одеяние из трудов Рабаши сущность человека. Надо знать, что любовь приобретается делами, тем, что он дает своему товарищу подарки, и тогда каждый подарок, который он дает товарищу, становится словно стрелой и пулей, проделывающей дыру в сердце товарища. И хотя сердце товарища подобно камню, тем не менее, каждая пуля проделывает дырочку, из многих же дырочек создается полость в сердце, и тогда любовь, дающего подарки, входит в эту полость. А тепло этой любви притягивает к себе искры любви товарища. И тогда из этих двух видов любви связывается в одеянии любви, которая покрывает их обоих. Это значит, что единая любовь окружает и покрывает их обоих, и тогда оба становятся одним человеком, потому что их одеяние одно покрыло их, словно единое облачение, и поэтому оба они отменяются в нем. Это ответ на то, как с помощью отмены себя достигают слияния. И слияние, согласно подобию свойств, несет свет любви, наполнение. Вопросы для того, кто еще не спит. Да, Орен. Ну, давай оттуда быстрее раздавайте микрофоны. По поводу отрывка, который читал Янив, что есть страдания, и задним числом это кажется, что все было в порядке. Когда вы объяснили, вы сказали, что только в Мартикуне можно будет оправдать, что это было хорошо, но до тех пор оправдание идет со стороны отмены. Почему? Потому что только в окончательном исправлении ты видишь полную картину. Ты можешь сказать, да, все в порядке, но это не от осознания, здравого осознания. Осознание вследствие того, что ты видишь всю систему, как говорит Балисулам в предисловии к учению десяти сферот. Если я могу оправдать Творца в прошлом в личном виде, он праведник или нет? В чем-то да. Если я могу оправдать его за все прошлое, всех людей, я уже окончательный праведник. Почему? Потому что я тем самым обрел всю эту систему, когда я вижу вследствие этого, что издревле и до ныне ничего не сделал плохого никому. Ни в чем. Это означает, что мои келем, я отменил в них себя. Насколько? В отношении себя самого и в отношении включения меня во всех людей. Когда я включился в них, отменил себя, я получил на себя это понятие, что Творец добр и несет добро всем. Я обрел эту систему в каком виде? В виде бины, веры, высшезнания. Это только трамплин, чтобы затем раскрыть это в мире бесконечности как окончательное исправление. Все в отмене. но в соответствии с этим я согласно этому я выясняю свой кли. Я не знаю, что происходит, что ветер в микрофон попадает и все. Если вы отойдете оттуда, я поверю вам. да, я больше заинтересован в оправдании в нынешнем состоянии и меньше в конце исправления, когда мы достигнем. Я хотел бы понять, можете ли вы сейчас дать пример, как приходит что-то плохое, какой порядок действий, чтобы прийти к оправданию со стороны самоотмены. если приходит что-то плохое, я прежде всего должен изо всех своих сил верить, что это приходит от нет никого кроме него, прежде всего. Вследствие того, что это приходит от нет никого кроме него, это меня еще не очень-то успокаивает. Я должен после этого прийти к состоянию, когда это все только для того, чтобы приблизить меня к цели, потому что нет никакого действия с его стороны, кроме как в этом направлении. Я уже вследствие этого наполняюсь радостью от того, что Творец выбрал меня сейчас, чтобы приблизить меня к цели, хотя нет выбора, он делает это в виде страданий, которые ощущаются на моем мясе. Почему? Потому что иначе невозможно меня продвинуть, я не могу пробудиться от хороших вещей, я сразу же хочу наслаждаться от них и, короче, встряхнуть меня хорошо, можно только в таком виде. и тогда я начинаю ценить его благодаря тому, что он заботится обо мне. Что я говорю ему? Сделай из меня, что ты хочешь. Помести меня в стиральную машину, только не оставляй меня, только приведи меня путем к себе. Каким путем? Ни хорошим, ни плохим, я даже ничего не прошу, только сделай это в виде как можно более сильном и интенсивном. И все. И все страхи, и все тревоги, все это помоги мне тоже немного устранить это. Ну, что такое устранить это? Чтобы у меня было немного разумно правильно к тебе кричать, правильно молиться. Если даже если этого не попрошу, усилятся проблемы и беды со мной, когда я начну правильно просить, но я прошу Творца, чтобы сделал это так, чтобы я понял и кричал быстрее, эти проблемы усиливаются и приходят и раскрываются. Почему? Потому что это желательно в его глазах. Не потому что я хочу освободиться от проблем, бед и ударов, но потому что эта форма желаема в его глазах. И тогда я прошу, ты сделай мне все, что ты понимаешь, только чтобы я не оставил своего правильного пути. И так мы продвигаемся. Но главное здесь еще раз выбор и раф группа книги и распространения. Да. Когда вы начали ответ, вы сказали, я должен прийти прежде всего к тому, что нет никого, кроме него, затем я должен прийти к тому, что это приходит, чтобы принести добро и так далее. Я хочу спросить, а должно прийти лейтив доставить наслаждение, это доброе, несущее добро. Я хочу спросить о форме, я должен прийти к. Это означает, что я не в этом, и должен прийти к. Да. Вот этот переход, который переводит меня из ощущения боли и разрушения к тому, что я должен прийти. С помощью чего? Веры. Что значит вера? Вера, это когда ты слушаешься голоса моего, что необходимо сделать. Голоса моего, это значит, что написано так же, то, что написал наш Раф Рабаш Ибаль Сула. Ну, мы не будем ждать. Вперед. То есть, я как бы пытаюсь сказать то, что я сейчас чувствую, это не важно. Я очень хочу почувствовать то, что Раф говорит мне, почувствуй. то есть, даже если я говорю тебе, и мы читали этот отрывок вчера, что если я даже говорю тебе то, что кажется тебе глупостью, ты принимаешь это как вещь важную и верную, и еще более важную и верную, чем те вещи, о которых ты думаешь. Иначе ты не продвинешься. Это называется началом отмены себя. Ну дай меру. Я просто хочу продолжить то, что спросил Орен. Откуда есть у меня уверенность? Я каждое утро, то, что вы сейчас описали, я прохожу каждое утро. Откуда у меня есть уверенность, если со мной произойдет что-то плохое, я смогу удержаться в этом? Потому что ты идешь за мной, гуляешь, потому что ты утром гуляешь со мной. Это я наверняка чувствую себя здесь хорошо. Это да. Да, но тревога моя утром, как я могу пройти весь день с желанием удерживаться в веру в Рава, то, что называется. Ты находишься в группе, ты находишься в учебе, в распространении, ты находишься в связи с нами, во всем, что мы проходим. Не может быть, чтобы это не повлияло на тебя, даже если ты не желаешь. Это влияет, но только если ты гордишься на самом деле, насмехаешься, это не может повлиять на тебя. В другом случае, может. Это влияет, но в любом случае, с одной стороны, ты стоишь перед собой, с другой стороны, находится все, что ты изучаешь, то, что вы говорите, и то, что влияет. с третьей стороны проявляется такая черная бездна, которая говорит тебе, дружище, в следующее твое падение ты не выдержишь. Ты боишься, когда я нахожусь там очень. Ты не плачешь, не просишь. Я прихожу сюда и прошу, да, с этой стороны. Ну, это то, что я делаю. Я ничего другого не могу сделать. Ну, и проси, прекрасно, ничего другого не нужно. Ты просишь и все. Ты обращаешься к Творцу и просишь. А что здесь в непорядке? Я не знаю. Это нелегко. Мы должны каждый раз стараться все более быть все более организованными. Записывать то, что ты проходишь. У меня есть тетрадки. Ого, сколько моих, которые я записывал. Пропал звук. Но это не просто тейпы, которые сегодня и все, и так петь звук пропал. и дождь. Продолжение следует... Смотри, ты хочешь выстроить из себя что-то? Ну так это... Ага, кого я тут выберу? Ну, Гершин, ладно. Я хочу продолжить выяснение, которое начал Орен. После того, что человек, скажем, чувствует плохо, он так думает, что это все идет, нет никого, кроме него, чтобы продвинуть его. Он может подняться на секунду, две, на минуту, но как удержаться в этом состоянии? Как сделать так, чтобы это поднималось и поднималось, чтобы не падать все время? Если ты находишься в окружающем свете группы, ты не падаешь. Что значит? А что? А если я падаю? Это признак того, что нет у тебя поддержки от группы. Ты один проделал усилия, и тоже не проделал усилия, а вследствие страданий, которые дали тебе почувствовать свыше, и вследствие этого ты произвел какое-то выяснение в чем-то с помощью страданий. Это ты делал путем страданий, не путем туры. И все, ну и что? Ты не воспользовался ни поручительством, ни выбором окружения, ты не воспользовался торой. Ты воспользовался страданиями и пришел на краткое мгновение к какому-то выяснению с помощью ударов. Ну и что? Дальше ты не можешь продвигаться, пока не будет у тебя связи с окружением, ты не сможешь отменить себя по отношению к окружению, не сможешь сделать выяснение с помощью света, возвращающего к источнику, да? Я слышу это уже много лет. Вот именно это предложение, которое вы говорите. По крайней мере это. Ты видишь, что я стою на своем, да? Очевидно, я тоже. Но давайте продвинемся, я не хочу оставаться на своем. Я слышу, я из себя как бы представляю пример. И когда вы меня спрашиваете, мне кажется, что я использую силу окружения. И по крайней мере я думаю, что у меня есть такие ощущения, что я получаю поддержку. Как может быть, что вы мне говорите раз за разом, что ты не используешь окружение, ты не находишься в окружении. Что я могу сделать? Попроси у них. Попроси у них поддержки. Нет ничего другого. Это берет время, с одной стороны. Я хорошо тебя чувствую. Это берет время. Но продвижение ты можешь усилить с помощью большего и поддержки окружения. Постарайся быть еще ближе к ним, что-то сделать, проделать у них, чтобы они могли с тобой сделать вот так хорошие вещи. Чтобы почувствовать, что вы работаете вместе. Да, швейцарец. Раф, скажем, человек нашел ту молитву, о которой говорили вчера. И молитва «Дай им войти, и я благодарен за все состояния». Ничего не понятно из того, что ты сказал. «Дай им войти, и я благодарен за все состояния». За счет того, что человек использует это все время преодолеть помехи, ему, может быть, удается на какую-то долю секунды, когда он сидит на собрании товарища, товарища выйти из себя и быть только в товарищах. И он действительно чувствует, что он заботится только о них. Через секунду он снова падает. И что он может сделать? Он должен попросить у товарищей поддержки. Допустим, он только достиг этого состояния, когда он уже получил очень много товарищей, поддержки от товарищей. В таком случае, почему же он падает? Вот это я и спрашиваю. Это признак того, что не получил поддержку от них. Так что, просто продолжать так дальше. Правильное продвижение с помощью правильной поддержки — это когда я с каждым разом раскрываю зло как добро в идеальном виде. Каждый раз я раскрываю тьму, потому что свет мне светит. Как будто, скажем так, вы были когда-нибудь, каждый был в состоянии, но, скажем, я читаю текст, который я написал, и вижу ошибку. У меня радость от того, что я нашел ошибку, и страдаю от того, что когда-то писал с ошибками. То есть одно покрывает другое. То есть лекарство предшествует удару. И таким образом мы продвигаемся, и это называется, с помощью света, возвращающего к источнику. Но это и есть именно эта молитва благодаря за те состояния, которые дали? Ну это, да, но не заранее я же благодарю. А как же? Ты говоришь о прошлом или нет? Да. А в будущем ты можешь поблагодарить только при условии, когда ты удоставишься слияния с товарищами. Так чего же не хватает еще в этой молитве? Чего не достает? Если я чувствую, что я люблю их, а они любят меня, тогда я уверен в своем будущем. Может быть, можно сказать просто, что в рамках собрания товарищей, когда все поют песню Лемана Хайвера, ради братьев моих и товарищей моих, действительно вот так вот войти? Эта песня говорит о другом. Она говорит о том, что я обращаюсь к Творцу во имя товарищей, когда я прошу у Него, чтобы Он помог им реализовать свою цель. Но ведь это то же самое, как и в моей молитве. Я тоже сказал, дай им войти. Это же то же самое, как вы не понимаете? Ты прав. Вопрос по поводу самоотмены. Наша работа по самоотмене. Как я работаю насчет праведных женщин? Как это действует? И о работе в группе. Ты должен жениться. Что? Женат? Да, женат, женат. Это тебе только кажется. У меня еще четыре ребенка. Если жена, праведница, то есть внуква в его теле. Но это еще не сейчас. Раскрыть эту тему непросто. Мы поговорим об этом в другой раз. О женщинах я не хочу сейчас говорить. Да. Раф, вы говорили о том, что нужно оправдывать от меня, от себя. Все, что мы сделали за полтора последних дня, это не написано на бумаге, написано на сердце, высечено буквально. И просить от сердца, они не разумом, не на бумаге. И эти семинары, они привели к тому, что мы начали как-то уже это начинать ощущаться. Но мне еще непонятно пока в этой отмене себя, что я как бы даже должен отменить желание о раскрытии. Вот это последняя малость, которая осталась, потому что все остальное как-то понятно. Это прекрасно, то, что ты говоришь сейчас. Конечно же, отмена называется, когда я не прошу ни о чем. Да? Желающий жить умертвит себя. До сих пор. Ты видишь, ты начал что-то понимать. То есть ты начал понимать, что ты не способен просить. Не способен просить. Отмена себя. Потому что это выше, это непросто. Когда ты думал, ну... Я уступлю. Нет. Ты не можешь уступить. Это не так, как в нашей жизни. Правильно. Ну, это уже начало. Видишь. Где? Я не вижу. Не, все эти ребята это наши. И ты тоже. Но, ладно, дайте ему, он гость. Передайте ему. Раф, мы последний отрывок читали из статьи Рабаша. Там говорится о подарках. О каких это подарках говорится? То, что я должен почувствовать товарища и все время давать, давать, давать ему. Поэтому, пока я не начинаю создавать в нем этот хисаром потребности, тогда я даю в эту полость ему подарок, и он чувствует любовь. Что это за подарки? Подарки — это просто отношение, объединение, необходимость, то, что он чувствует. Все, что мы можем сделать, подарками называется, когда я отношусь к нему все больше и больше и больше, как можно лучше, а он отталкивает от меня, пренебрегает, а затем вдруг происходит в нем понимание, что он понимает, что без меня он не может достигнуть духовного. Без меня он не достигает, и все. И уже есть у него о чем подумать. Так мы продвигаемся. Это Ты должен делать как Я не знаю, можно ли привести этот пример. Если Женщина Начинает Показывать Хорошие признаки Мощине И дает ему подарки за подарками Помогает ему Подает хорошие знаки В том, что она может только сделать Тем самым она покупает его Это природа женщины Имеется ввиду не женщина А Природа более низкой ступени по отношению к более высокой Это называется служитель Это называется служить большому Вот все Так обычно И мужчина не может оставить против этого Это соответствует корню ветви Если она на самом деле так поступает Все, не важно Кто она, что она, как Он вдруг чувствует, что ему не достоят ее Поскольку тем самым Приобретает место свое рядом с ним Тебе понятен этот пример? Примерно да Но тут возникает тогда такой вопрос Если Я, скажем, женщину, да, даю подарки И в конечном счете Есть же где-то предел Когда я не получаю Я же все Но это я в получении тогда Если я хочу получить обратно благодарность Правильно? То есть я Если даю, значит Я ничего не рассчитываю На что взамен Женщина должна в этом Не женщина Но более низкая ступень Не важно Я говорю женщина Ну-ну Женщина или более низкая ступень Или мы Не важно По отношению к более высокой ступени Должна показывать только одно То, что я служу Это наслаждение для меня Я ничего не желаю Кроме этого Только дай мне возможность Обслужить тебя Это понятно Прежде всего Представь себе Что ты мужчина И рядом с тобой Есть такая женщина Это легко А затем Переверни Что ты должен быть женщиной По отношению к товарищам И Творцу Да Здравствуйте, Раф Я хотел задать вопрос Я, когда я начал учиться Еще до того, как были группы До конгресса Я никогда не смог остаться Я все время засыпал Во время уроков Я пришел к такому выводу Что я должен каждую секунду Быть с ТЭС Не важно, понимаю ее ли Нет, были разные у меня проблемы Но у меня было Настоящее слияние До конца Пока я не закончил эту книгу Я не оставлял ни на секунду И с тех пор Это стало Любимой книгой для меня Но вопрос такой Со всеми нашими усилиями Со всеми желанием И слиянием К цели Почему У нас в этом состоянии Есть эти падения Что я забываю о Творце Что я забываю Что вся моя цель Только все ради Него Потому что у тебя Пока еще нет ощущения Духовного через ТЭС У тебя нет ощущения Затем ты будешь читать ТЭС И ты увидишь в нем Просто океан чувств Каждое слово будет колоть тебя Внутри просто разорвет тебя на куски Потому что ты будешь чувствовать Что ТЭС буквально как острый нож Который И он говорит о вещах Очень остро А сейчас пока еще Тебе еще не понятно Что там происходит О чем он там говорит У меня есть Какое-то маленькое ощущение В ТЭС Но я говорю о том Слиянии О том Как вот я вот Не отпускал ТЭС Я хочу Чтобы было к другому Можно сказать о ТЭС для твоего разума Чтобы ты учился и продвигался Но здесь Когда мы говорим о слиянии Что это над желанием Там ведь есть Я так чувствую Как сегодня Допустим Что есть такое слияние Я попрошу Это уже относится к твоим личным состояниям У которых нету других Мы это сделаем в другое время Еще раз я повторяю То же Что я уже сказал Ты придешь к состоянию Когда ты будешь чувствовать ТЭС Больше чем все остальные статьи Вот и все Да Раф Мы находимся На каком-то этапе В Конгрессе Когда мы должны Просто собрать Силу Новую И мы все Пришли После многих Действий В группах После этого Мы почувствовали Какая есть Необходимость В этой самоотмене И что у нас Нет ничего своего И сейчас Ощущение Что мы должны Начать Сжигать Какой-то материал Который даст нам Новую силу Новую мощь Для объединения Нам необходимо Ощущение Я сейчас был На дежурстве На кухне И было у меня Бесконечное Количество мыслей О разъединении Это придало мне силы И эта вещь Если мы это вместе Сможем сжечь И возьмем это К Творцу Мы сможем Зажечься вместе Этого Не достает Мы Не чувствуем Разъединяющие мысли Как врагов Что мы пробуждаем Наших ненавистников Врагов Это ангел смерти Который Идет С мечом С стрелами Ядом Мы этого не чувствуем Ну Я думаю О чем-то другом Я не осознаю Что если я думаю О чем-то другом Кроме слияния То это Ангел Который Намеренно Сейчас Приводится В действие И я должен Соответственно Этому Работать с ним И должен Воспринимать его Таким образом Что либо я Принимаю его Хорошо Что он приходит Чтобы поднять Ему Именно вот На сопротивлении Либо я Воспринимаю его Это зависит от меня Насколько я готов Либо я Воспринимаю его Как Врага Ненавистника Но Я Все равно Должен Смотреть На это Как на помехи На эти мысли Как на помехи Сейчас я подумал Там О доме Как мне будет Хорошо Удобно Комфортно Завтра работа Последавтра еще что-то И так далее И так далее И так далее Так я Не понимаю Что все эти вещи Их просто не существует В реальности Они из того же Надуманного мира Который Находится во мне И снова Они Они Берем Берем этот Объют Эти все вещи Эти силы Ненависти И Не то чтобы поднялись Сожгли это Прямо здесь На конгрессе Чтобы было ощущение Что мы вместе Потому что Если это кто-то Сожжет каждый В своем месте У нас нет на это Время Отмена Одного перед другим Всех перед всеми Все Относительно меня И Все мы Как Перед Тор И перед Кабала Перед нашими учителями Которые Все это сказали Перед этой идеей И перед Творцом И таким образом Снизу вверх Необходимо подниматься Вот и все Отмена себя Давайте попробуем Отмена себя Называется Это не просто так Я Отмени себя Все Делайте Что хотите То и делайте Со мной Это не называется Отмена себя Отмена себя Это когда Против всех Моих Помех Их Прежде всего Я отменяю Вы можете Сказать Об этом Еще Чтобы мы Привыкли К этому Мы Достаточно Слушаем Это Ты думаешь Я не нахожусь В таких состояниях Как ты Когда у меня Нету Тех же Вещей Только на другом Уровне Ты думаешь Нет Я Все равно Тем не менее Нахожусь В постоянной Войне Ежесекундной И Падаю Намного Больше Тебя И Определяю Новое состояние Что Все Это Исходит Из доброго Творящего Добро Из Никого Кроме Него Я Раскрываю Это Почему Таким Образом И таким И так Он Ограничивает Меня И Все Время Все Время Собираешь Этот Пазл Это Работа По Выдержке Иначе Иначе Ты не выстраиваешь Эту форму Эту Картину Высшего Мира А как Мы можем Сделать Это Вместе Как Сделать Это Вместе Сейчас Мы Приступим К семинару Сделать Это Вместе Я Все Время Говорю Вам Даю Вам Упражнение Как Это Делать Вместе Ну Как Это Же Невозможно Передать Это Должно Родиться У Тебя Это Должно Родиться У Тебя Ощущение Ощущение Я Не могу Передать Тебе Ты Должен Выстроить Внутри Какую-то Такую Ситуацию Исходя Из которой Ты почувствуешь Так Я могу Дать Тебе Как Я Скажем Дал Тому Парню Пример Женщины Которая Окружает Его Начинает Он Чувствовать Насколько Она Важна Для Него Исходя Обслуживает Его И тогда Он Думает Что Нуждается В ней Это Называется Что Нуква Окружает Мужчину Так Он Должны Действовать Относительно Группы Нужно Нужно Ли Добавить Я Вспоминаю То Что Было На Прошлом Конгрессе На котором Мы Были Короче Вопрос Короче У меня Есть Любовь Ближнего Для Того Чтобы Мы Могли Объединиться Я Чувствую Что Недостает Нам Моменты Когда Мы Должны Соединиться Помнить Ради Чего Просить У Творца Помнить Тех Кто Наход Во мне Все Распространено Вопрос Является Ли Тем Что Нам Поможет Продолжить Дальше То То Недостающее Это Просить О Ближнем Ведь Ближние Это Вне Нас Не Для Себя Просить Чтобы Это Было Чистым Я Не Знаю Что Такое Ближние Ближние Это Товарищи Ближние Это Весь Мир Или Ближние Это Все Группы Я Не Знаю Это Все Должно Быть В Одной Совокупности Зулат Ближний Это Все Что Наход Вне Меня Мы Говорили О том Что Вся Реальность Которая Называется Я Это Все Иллюзорная Реальность Все Что Наход Вне Меня Это Должно Перевернуться И Стать Миром Бесконечности И Стать Душой Вот И Все Точка А Что Товарищ Хочет Вопрос Относительно Молитвы Я Хотел Спросить Я Понимаю Чувствую Что На самом Деле Я Не Способен Просить О Товарищах Правильно Ли Просить Силу И Желание Чтобы Я На самом Деле Пожелал Этого Чтобы Я На самом Деле Отменил Себя Чтобы На самом Деле Так Потребовал За товарищей Силой Желания На самом Деле То есть Молитва Притворяющая Молитва Что ты Не можешь Просить Относительно Товарищей Проси О том Чтобы У тебя Было Желание Отменить Тебя Перед Товарищами Желание О том Чтобы Возникло Желание Нет Нет Бенни Нет Я Выбираю Тех Которых Я обычно Не вижу На уроках Чтобы Не было Возможно Спросить Я Хочу Спросить Урау Что было Что думать На семинаре На собрании Товарищей На трапезе Что нужно Просить Чтобы Отменить Перед товарищами Конкретно Ты должен Остаться С нами Еще на Недельку Очевидно Двух дней Недостаточно Или Может быть Это слишком Ребята Ну что Мы Порекомендуем Ему Чего Попросить Ладно Сейчас Вы Это Рассмотрите На Семинаре Давайте Садимся Песня Отлично Пусть Будет Песня 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 Субтитры сделал DimaTorzok